Друзья, всем привет! Изменить цвет и придать волосам силы, а почему бы и нет? Волосы не зубы, если что, отрастут, подумала я и купила краску за 40 гривен. С этого момента прошло уже достаточно времени, а я до сих пор пользуюсь этой натуральной краской для волос и очень довольна. Нет химического запаха, как во время открашивания, так и после. В коробочке порошок краски и перчатки. Волосы пахнут травами, сама краска имеет приятный запах и держится на волосах долго. Только из-за сильных резких запахов и нестойкости химических красителей я отказалась от них и перешла на индийскую хну три юга мокко. И ни капли не пожалела об этом. Мои волосы серо-русые, уже появилась седина. Крашу только корни. Вот такой пачки мне хватает на корни на один раз. Остальной цвет по всей длине меня устраивает. На солнце он имеет золотистый оттенок каштаново-рыжий. Корни затемняют цветом мокко и получается плавный переход от темно-русых корней к золотистому каштану. И все это в домашних условиях, комфортно, без ядреного запаха, используя для волос. В палитрах хны три юга из того, что я видела, это красный, каштановый, темно-русый и мокко. Мокко через пару недель вымывается и становится похожим на темно-русый. Но сразу он очень темный. Но это меня вполне устраивает. Самое главное, что я хочу сказать, цвет не переливается красным на солнце, а выглядит очень естественно, в отличие от многих дорогих химических красок для волос. Кроме хны, краска содержит полезные индийские растения, которые восстанавливают, оздоравливают и укрепляют корни. Это правда, ни одна синтетическая краска не способна повторить этот цвет. Применять очень легко. Беру нужное количество порошка. Развожу горячей водой, примерно 60-70 градусов. Хорошо перемешиваю. Получается вот такая густая паста. Избегайте контакта с металлом. Используйте пластиковую посуду. Далее процедура стандартная. Распределяю краску по волосам, как вы обычно это делаете. Фиксирую волосы, укутываю в плёнку, обматываю сверху полотенцем. В зависимости от желаемого результата, оставляю на волосах от 10 минут до 1 часа. Я обычно держу 30 минут. Наносится краска на волосы очень легко. Красить нужно обязательно на чистые волосы, так как при смывании не нужно использовать шампунь, только кондиционер для волос. Хна проявляется в течение 48 часов. Не стоит волноваться, если цвет сначала будет менее ярким. И наоборот, если вы передержали краску и цвет получился насыщенным, тоже не стоит волноваться, так как со временем краска смоется и не будет такого, что корни отросли тёмным пятном на середину длины волос. Хна немного сушит волосы, но это не так страшно по сравнению с химическими красками. В конце видео вы увидите результат до и после. Взлихны волосы становятся сильнее и плотнее, а также появляется блеск. Я другим оттенком ещё не пользовалась, только мока, и результат меня устраивает на все 100. Так что, если кто-то в поиске краски бюджетной, полезной, красивой, плюс лечебной для волос, думаю, этот совет вам окажется полезным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова